Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами вот на такой сейчас бэхе. Я сейчас на аукционе ее выиграл. Вообще прикольная, да, смотрится? Надо будет по ней отдельный обзорчик записать. Сейчас поехали с вами на гоночку, покатаемся. Сигнал поставил новый. Нам километр осталась. Она такая, знаешь, не быстрая, еще толком даже не прокачанная. Мы сейчас просто на ней съездим, а там уже на чем будет гонка, может быть, машину даже сменим и на чем-нибудь другом с вами поездим здесь. Ну, бэхе мне просто она чисто внешне прям очень понравилась, да, внешний вид у нее, посмотрите. Вообще просто бомбезный, да? Просто секосный, блин. Все, погнали, короче. Кстати, пишите в комментариях, что лучше выкладывать. Гоночки, такие, как мы сейчас вот будем кататься, или именно делать какой-то все-таки обзор модов. Что думаете по этому поводу, ребят? Так, ну что, погнали. Заезд нам надо выбрать. Одиночная игра. Я ботов поставил посложнее, друзья, поэтому нам здесь на самом деле будет сложно. Сменить машину. Давайте посмотрим, что он нам здесь предлагает. Можем выбрать практически любую машину. Давайте, наверное, с вами, если есть какие-нибудь раллины, типа Субарику или Ланцера, то возьмем его. Ланцер, кстати, можем взять, да, Субарик. Скайлайн у меня появился, кстати говоря, нашли мы его в гараже, отреставрировали. Давайте возьмем вот такую вот трехдверную Субару. Или вот такую, по-моему. Нет, С1 слишком, наверное, быстрый класс будет. Давайте вот такую вот трехдверную, и на ней мы с вами рванем сейчас, погоняем здесь. Ну что, горизонт представляет. Погнали. Импрезу взяли. Персонажу я сейчас желтые сапоги такие купил, еще одел. Субару мне вкатило. На самом деле, очень хороша прям вообще. Пару гоночек. Сейчас катнемся с вами. Такие будем короткие мини-выпуски, если что делать, если вам это дело заходит. Я без записи катаюсь практически каждый вечер, там, каждую ночь сажусь. И в онлайн уже, кстати, захожу, тоже гоняю. В принципе, неплохо там даже получается. Ну что, спринт в Леххердском лесу. Погнали. На лепестки я перевел, так же на механике тоже работает. Но лишний выжим сцепления, я думаю, что это не совсем комфортно, честно говоря, будет. Поэтому на лепестках мы с вами катаем. Вот бесит, что стартуем всегда мы с вами с последнего места. Хоть бы какую-то типа, типа а-ля квалификацию делали, я не знаю, да, чтобы хоть как-то по-честному было. Сейчас, кстати, вышло обновление на Forza Horizon 4. Там, в общем, для онлайн-заезда, для тех, кто по стенке срезает, для тех, кто таранится. То есть будут какие-то начисляться баллы, штрафы, ребята. Поэтому они сейчас борются за чистую езду. Я думаю, что молодцы, по крайней мере, игрой занимаются. Типа в поворотах, если кто-то очень медленный, то он будет становиться типа а-ля прозрачный такой. Будто у меня стоят на уровне опытный или сверхопытный, там, какой-то что-то такое идет. Поэтому не всегда, не всегда я у них выигрываю, но тем интереснее, скажу честно, катать. Потому что уже ниже, что уровни идут, средний, там, новичок, типа Изи, там, вот такие, да, ну, слишком легко получается. А здесь, тут реально идет борьба. Да, тут реально получаешь удовольствие прям от гонки. Мы с вами к лидирующей группе потихонечку добираемся. Ну и плюс вот такой класс, не раскрученный, там, С1, там, С2, как идут, да, очень быстрый. Вот этот класс, по мне, наверное, все-таки поинтереснее. Как у меня это. Вот, чистая езда. Вот об этом я вам и говорил как раз. Как он меня там затаранил, да. Ох, хорошо, по внутрянке. Жаль, вот этого мы еще здесь немножко по внутрянке не прошли. Было бы вообще просто эффектно. Зато вот этого хорошо мы сейчас в повороте. Аудюшка старенькая, ну не тормози ты меня, реально не дает. У меня Субарик явно, явно быстрее, друзья. Вот опять мы лидирующую группу с вами нагоняем. Четыре машины у нас там идет. Скоро уже финиш будет, я так понимаю. Да, все гонки новые. Повторно не езжу гонки. Прохожу сразу. Нон-стопом сел и поехали. Короче, да, типа такого что-то. Четвертую. Заговорился. Красота, да. Вы посмотрите на эту красоту, ребят. На третью переходим. Знаете что? Я не могу настроить свой осевой ручник. Если из вас кто-то знает, будьте добры, подскажите, который у меня идет вот этот, от самолетного джойстика. Именно осевой ручник. Четвертую на третью. Я зря вот здесь скидываю на третью в торможении. Заодно и двигателем оттормозимся. Финиш у нас еще пока на миникарте не виднеется. Четвертую позицию мы с вами занимаем. Тройка лидеров идет перед нами. Прям не знаю. Смотри, начинают отрываться они. Совершил я там лажу немного. Ну вот эта связка поворотов у меня хорошо. На максимальных оборотах прошла. На вторую. На вторую хорошо. Сразу на максимальных оборотах выходим. Пошла жара. Пошла жара, блядь. Пыжик, да, на первом месте идет? Ничего себе. 205. Вот надо нам такого же пыжика с вами приобрести будет. Неплохо идет. На четвертую переходим. На третью опять я подзатянул. Второе место наше пока. Ну надеюсь, что второе. Я отключил тоже, чтобы больше поинтов там капало. Пятую. Слушай, хорошо пыжик идет. Надо будет его просмотреться. У меня пока его вроде бы нету. Да, вижу уже финиш. Посмотрите, грубо говоря, на финишной прямой. Сейчас главное нам не накосячить. Только в самом конце. Длиннющий у нас был спринт. И только в самом конце мы смогли с вами вырваться вперед. Ну и уже сейчас здесь просто постараемся доехать. Не отдадим. Сейчас главное, чтобы нас где-то не занесло здесь. Потому что если занесет, то уже мы нагнать, соответственно, никого не сможем. Ну и в чекпоинты попадать надо. Отлично. Первое место, ребята, наше. Есть. Хорошо. Покатаемся, вкатимся. Чувствовать будем, что слишком будем легко побеждать. Тогда мы с вами перейдем. Там вообще остался последний, что ли, суперэксперт какой-то. Уровень сложности. Первое место, где у нас миска здесь. Sony 113 миска. Шестое место занял на Audi Quattro. Ехал, кстати, это он на Audi и был, блин. Тормозил меня. Влад, ну каков уж. Каков уж. Каков уж хера, а? Владюша. Так, ну все, погнали дальше продолжить. К следующей гонке сейчас поедем. Это наш танец победный идет здесь. Вон, Пыжик. Надо будет Пыжика взять этого. 300 у нас практически уже денег с вами потихонечку копим. Я еще на аукционах участвую, покупаю машины на порядок дешевле тут, ребята. Уровень 45 мы с вами получаем. И ранг 9 в шоссейной серии. Рулетку нам? Да, рулетку еще дали. Посмотрите, класс. Ну, что-нибудь. Давай нам машинешку какую-нибудь. Футболка, блядь. М4 там была. Бэха, блин. Нафиг нам эта футболка. Грузовики, кстати, нормальные. Мы скоро грузовик еще купим. Он сейчас очень, правда, дорогой, друзья. Погнали. Посмотрим с вами следующую гонку. Что у нас тут есть? Давайте новенькую какую-нибудь выберем. Ну, вот что-то есть. Спринг-кросс в Лехе-Корском лесу. Тоже длинный такой. Давайте к нему мы с вами и рванем, друзья. Субарик, да, хорош вообще? Так, ну что, подъезжаем мы с вами к нашей очередной гонке. Тоже какой-то будет, типа Ралины. Это спринг-кросс. Мы с вами по лесу сейчас здесь решили поугарать, да? Что у нас здесь будет? Переключать с джорстика, потому что я кнопки. Мне надо их как-то подписать, что ли? Я их, честно говоря, не особо знаю, что у нас там находится. Итак, грунтовая серия. Как раз Ралины и машины. Как раз мы с вами Субарик в точку и взяли. Да, Субару, Спорт Кватро и Ланцер. Еще мы можем с вами взять. На Ланцере я его еще не покрасил. А давайте гоночку. Может быть, действительно на Ланцере скатаемся. Ланцер Волюшн. Он у меня и самый мощный вообще. Субарик 650. Посмотрите, Спорт Кватро 621, 675. Давайте скатаем одну гонку. Посмотрим. А то я его прикупил. А так даже толком и не покатался на нем. Поехали, посмотрим, что за машинешка у нас здесь с вами. Кстати, ребята. Я вам покажу сейчас в конце гонки, после гонки гараж свой. Какая машинка в комментариях наберет нормально Лукасов, на той будем проходить следующие наши гонки, друзья. Итак, начать заезд. Начать заезд. Погнали, друзья. Только я камеру не сменил, да? От первого лета. А, нет, все отлично. Слушай, ну, с места. С места Ланцер неплох. Ой, это будет чисто ралейная. Здесь на джипах было классно, я думаю, каких-нибудь. Вот наш Субарик как раз идет. Тормозит меня. Миска, походу, опять. Пересел сейчас на Субару Сауди. Влад. Кстати, BlackSvet писал, что у тебя вроде бы знаешь все про эту серию. Посоветуй, чем здесь заниматься, если не сложно. В Дискорд может к нам заходить, либо в комментариях напиши. Какие лучше погонять серии там. Какие секреты есть, может быть, чего-то как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у нас, нет, у нас спринт. Я думаю, круговая гонка будет. На третью позицию мы с вами... Эх, они меня заторанили. Смотри, как, да? Ошибку делаешь, все, минус два места сразу идет. Ну, раллийная темнота еще здесь. Ланцер тоже, кстати, идет у нас в правом раме. Смотри, тормозит меня. Влад пересел в другую машину, видать. Вторая, третья, я так понимаю, основная. Вот пыжик этот. На вторую. Движком отормаживаемся. И по красоте заходим через внутренний поворот сюда. Так, давай-ка камеру от капота сделаем, покатаемся. Вот он такой. Ну, Субарик, мне честно скажу, внешне как-то посимпатичнее даже будет. Вот серьезно. Чемницубиса ланцер этот. Четвертая пидорача, разгон берем. Слушай, его так колбасит в грязи, ребята, мне так его надо ловить. Газ убираем. Надо нам толпой собираться, погонять в этой серии. То есть, смотри, первый идет, да? Я пока к нему особо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо идет первый, я вам скажу, друзья. Я только за счет поворотов могу, наверное, их догонять. Поэтому эксперт нам еще точно рано будет переходить. Четвертый, смотри, я не могу. Сейчас меня даже забор спас здесь немножко. На субарьки бы догнал уже, да? Третья, вторая. Об забор тормозим. И вот, кстати, о нововведениях я как раз заходил в игру. Ну, было сказано, что, мол, это вот кто об забор вот так вот едет, типа без потери скорости, их будет автоматически притормаживать. Второе место, ребят, к сожалению. Из-за мной еще там целая куча народа идет, посмотрите, в зеркало заднего вида. Второе место, ничего не мог сделать. Хорошо он прошел. Отличная гоночка. Мимики Мул на Субаре Лего СРС. Вот о чем я говорил. Субарик, конечно, тут получше будет. Миска у нас какой? А я миски вообще здесь не вижу. А, сунем миска, 12-й. На Рено. Ну да, тормозил. Снова он меня тормозил. Блин, ну что, давайте еще одну бахнем. Вот он, Субару Лего Си старенькая такая. И телочка, и машина, блядь. Но все равно хорошие призовые мы с вами получаем. Здесь суперигра у нас никакой нету, я так понимаю. Призовое влияние. 3300 мы получили. Футболка внедорожники разблокирована. Отлично. Займемся серией внедорожных мы еще сейчас. Ну что, подъезжаем мы с вами. Спринт в холмах. Той гоночкой у меня, оказывается, нету еще машины. Я подъехал на соседний сейчас. Спринт в холмах Ранохской лощины. Сменить машину. Хоризонт представляет. Давайте посмотрим, что мы можем с вами здесь взять. Да, нам по-любому надо брать какую-то быструю, кстати, машину. S1, S1, у нас 900. Кстати, вот это смотри, насколько разные. S1 806, да, и S1 900. Она просто на порядок даже мощнее у нас идет. 778, 758. Infinity, кстати, я вот эту выиграл. Вот эти две Infinity на рулетке выиграл вообще. Давайте вот этот AMG купе возьмем. Мы на него недавно с вами выкладывали обзорчик. На самом деле, очень мне понравился эта машинешка. Так что покатаемся на ней с удовольствием. Она еще у меня в такой матовой покраске. Я ее выбрал, знаете, такой серый цвет. Мне кажется, он прям такой строгий, классно смотрится. Какой-то а-ля цветастый, не стал там брать. Погнали на нем. Заодно посмотрим его в деле, потому что я на нем просто покатался немножко. Именно в плане записи обзора, не более того. Начать заезд. Погнали. Сейчас чувствую, что-то будет такое. Знаете, на Мерси намного сложнее ехать. Он очень такой, очень тяжело управляемый. Вторая. Старт просрал. Финик. У нас тут справа это кто? Поршик. Бэхи. Аудюхи вижу. Короче, коллекция здесь машин собралась на несколько миллионов долларов, я так понимаю. Вот так, поворот давай на третью его, наверное, скинем. Даже на второй, наверное. Это кто-то в движок, орёт чей? Кия! Серьезно? Здесь это есть Кия? Это вот это новый Кия? Блин, я куплю её, ребят. Она мне так внешне нравится вообще. Ничуть не уступает вот этим всяким премиум, премиум сегменту, так сказать. Третья, четвёртая. Так, мы с вами с лидирующей группой идём. На шестой позиции, я так понимаю. Ну, куда ты меня поджимаешь? Неужели не видишь? Отормаживаемся на третий. Ой, зря. Надо было, наверное, просто накатом на четвёртой там аккуратненько пройти. А вот здесь уже точно на третью. Даже на вторую надо было, наверное, да? Теряем, теряем. И сзади ко мне приближаются. Теряем лидирующую группу. Это плохо. Нужно больше поворотов. В поворотах у меня как-то ещё более-менее получше получается. Ну и по скорости я так замечаю, что после двухсот... Во-во-во-во-во! Хороший выход на максимальных оборотах у нас здесь вышел. Просто накатом. Без педали тормоза. Четвёртая. Пятая. Хорошо. Да, после двухсот мы тоже можем им кое-что показать здесь. Вот это скорости, ребята. Кто у нас на первом месте? Финик идёт, да? Кто? Зачем? Так хорошо шли. На второе место вышли. Я уже думаю, всё, в призах будем. И ты посмотри, как меня там, да? И вроде бы никто не задел. Я сам, скорее всего, там налажал, я так понимаю. Надо догонять. Вот после двухсот Мерс просто включает чудовищное ускорение у нас. Вторая. Третья. Уже финиш, да, скоро? Но они рядом, они рядом, они рядом. Это радует. Четвёртая. Это мы, конечно, сейчас в наглую с вами здесь ворвались. На третье место с вами вырвались. Уже вижу, вон финиш остаётся у нас буквально здесь несколько поворотов. Давай, родненький, третье место, походу, наше будет, да? Да. Или давай сейчас. Если прямая будет, я после двухсот их и начну нагонять. Второе место. Блин, чуть-чуть. Но второе место тоже, тоже неплохо. Вот если бы там ошибку не совершил, здесь бы мы уже финик этот обошли бы точно. Классная гонка. Sony Misk у нас на восьмом месте. На BMW M4 14 года он шёл. И причём машина у него, посмотрите, помощнее 800 было. Хитёр. Хитёр. Да? Ребят, классная гонка на самом деле. Если вам заходит... Финик, да? Хорош. Это не слышу, что? Не слышу аплодисментов, да? Если вам заходят такие покатушки, пишите, пожалуйста, в комментариях, на каких машинах покатать, что ещё здесь чем позаниматься. Насчёт обзоров модов тоже по данной игре. Такие вот, без голоса, где я просто как бы катаюсь, да? Тоже об этом говорите. Блин, у меня хромаки здесь немножко, да? Жалуются. Вот так его надо было. Смотрите, здесь ночь у нас, да? Уже прям. Вот Мерс снаружи покажу вам. Смотри, да? Вообще огонь, ребята. Просто огонь. Игруха, вот серьёзно. Зря они её в Steam, конечно, не запихнули. Это они, конечно, ошибку сделали. Хорош вообще, да, Мерс? Ну всё, лайки ставим, счастья, здоровья всем желаем. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осень наступит через 30 минут. Готовы к осени? Субтитры сделал DimaTorzok